День знаний. Подготовка финиширует. Полиция проверяет школьные маршруты и напоминает о днях трезвости. Когда начнется отопительный сезон в этом году, эксперты дали первые прогнозы. Берегитесь двойных платежек. Поставщики ресурсов предупредили о провокациях со стороны управляющих компаний. Античный амфитеатр в Ижевске. Затерянный между домами двор превращается в парк с прудом. Такой захотели жители. И цифровое радио. В республике стартуют пилотные проекты внедрять его доверили моей Удмуртии. 300 сотрудников полиции будут обеспечивать охрану порядка в Ижевске в День знаний 2 сентября. Дежурить будут не только в школах, но и на дорогах, которые к ним ведут. Тем более проверка показала, не все они безопасны. Так 60 пешеходных переходов без перильных ограждений. 40 не оборудованы искусственными неровностями. Полсотни остаются без специальных мигающих светофоров. Кроме того, 2 сентября станет Днем трезвости. Магазины будут под контролем. 2 сентября также будет рекомендовано запретить продажу алкогольной спиртосодержащей продукции в связи с вышеуказанными праздниками. И также у нас будут созданы мобильные группы, которые будут фиксировать данные нарушения. Дежурить патрули будут и в местах отдыха. Это в первую очередь парк имени Кирова. Кроме этого, сотрудники полиции будут сопровождать и все рейсы теплоходов Ижевск-Волошка. К началу учебного года в Удмуртии проверят все школьные матчероты. Это почти 900 километров и далеко не все соответствуют требованиям. Александр Демидов побывал на проверке одной из таких дорог. Эта дорога для жителей Починка-Вожойского единственная связь с миром. А еще это школьный маршрут. Утром и вечером здесь курсируют газель с детьми. За дорогой следят. В этом году дважды делали ямочный ремонт, скосили траву на обочине. В каком состоянии она находится? Она в данный момент находится в хорошем состоянии. Удовлетворена. То есть она готова к первому сентября? Да. Два раза в год проводим проверку автомобильной дороги, в том числе и школьник. На содержание дорог до школ в Завьяловском району выделили почти 9 миллионов рублей из региональной казны. А общественники совместно с Миндортрансом и ГИБДД в эти дни оценивают школьные маршруты по всей республике. В целом школьные маршруты в удовлетворительном состоянии. Проезд обеспечен. Конечно, тут надо подумать там, где выделяются земли для многодетных семей, потому что детей очень много, возить нужно. И, конечно, там школьные маршруты нужно обустраивать. Например, есть микрорайон Радужный. Там проезд очень ограниченный. Там нет школьного маршрута, но он же наполняется. Сегодня в Удмуртии насчитывается почти 900 километров школьных маршрутов. Средства на их содержание из бюджета выделены. Ежегодным муниципальным образованием мы выделяем на содержание школьных маршрутов на всю республику более 90 миллионов рублей. Ну, естественно, эти средства, конечно, не очень большие, но на содержание школьных маршрутов средств этих хватает. Кроме того, в преддверии 1 сентября рядом со школами обновят разметку, знаки и освещение. Александр Демидов, Александр Широбоков. Новости. В Удмуртии в ближайшее время может быть принято положение об оплате труда медицинских работников. Об этом руководство регионального отраслевого профсоюза рассказало на встрече с сотрудниками 6-й городской клинической больницы Ижевска. А еще правком сообщил, как продвигается решение проблемы с трудоустройством инвалидов в медучреждениях. Обо всем по порядку расскажем прямо сейчас. Эта встреча руководства отраслевого профсоюза с сотрудниками 6-й Ижевской горбольницы традиционная. В этот раз обсуждали итоги специальной оценки условий труда. По федеральному закону все организации были обязаны провести такую. В итоге здесь более 500 сотрудников стали получать доплаты за вредность. У 309 сотрудников, участвующих в операциях, наблюдающих за тяжелыми больными, проводящих с манипуляцией кровью, был установлен сокращенный рабочий день. Это 36 часов в неделю. Однако эта проверка выявила нестыковки в законодательстве. Они касаются условий труда для инвалидов. Санитарные правила запрещают трудоустраивать таких работников на местах, где есть вредные биологические факторы, исключить которые в больницах практически невозможно. Эта кровь – это биологические жидкости. То есть государство со своей стороны бережет инвалида, оберегает от вредных факторов. А с другой стороны, человек получил образование, он хочет работать в отрасли, но не имеет права по законодательным условиям. С такой ситуацией в прошлом году столкнулись почти три десятка сотрудников 6-й горбольницы. Им пришлось подыскивать здесь же, в больнице, места, подходящие под санитарное законодательство. Например, работа в кабинетах медпрофилактики или с документами. Имея инвалидность, мы имеем право два дня к отпуску к очередному и укорочение рабочего дня на один час. Работа в основном с бумагами. Я оформляю документы как на медико-социальную экспертизу. Все проверяю, где докорректирую и слизка методоспособности. К решению проблемы подключился и профсоюз медработников. По просьбе организации Госсовет Республики направил в Москву законодательную инициативу. Мы предлагаем нести изменения именно в санитарные правила, гигиенические требования к условиям труда инвалидов. И разрешить работникам, медицинским работникам, участвующим в указании лечебной деятельности, работу в условиях воздействия биологического фактора, не всех факторов, а биологического, как специфичного, если это допустимо по результатам медицинского осмотра. Инициативу в Удмуртии уже поддержали 16 российских регионов. Оксана Худякова, Василий Хохряков. Новости. Отопительный сезон в Ижевске может начаться в середине сентября. Об этом сообщил руководитель УКС Ярослав Балобанов. Погода способствует делать такие прогнозы. Холодно и дождливо, но есть норматив. Пять дней со среднесуточной температурой плюс восемь. Тогда начинается подача теплоносителя. Соцобъекты подключают раньше, не дожидаясь температурного порога. В прошлом году сезон начался 17 сентября. Сейчас система готова на 99%. Мы прошли все пробные пуски, сделали по центральным тепловым пунктам, по котельным. Мы все технические переужения и реконструкции, которые были связаны с обеспечением с технической точки зрения объектов теплом и горячей водой, буквально на днях завершаем. И, собственно говоря, нам ничего не мешает начать отопительный сезон. Двойные платежки за горячую воду и тепло могут получить жители 96 многоквартирных домов в Ижевске. Это те дома, что находятся под управлением городской управляющей компании. Ресурсоснабжающая организация расторгла с ней договор. Почему и что теперь делать тысячам живчан, разбиралась наша съемочная группа. Жильцы дома 144 по улице Воросково в смятении. Все лето на дверях подъезда появляется объявление о том, что надо сдать показания счетчиков. Только вот кому? Сегодня главный вопрос. Ресурсоснабжающая организация договор с городской управляющей компанией расторгла, поэтому теперь собирает данные сама. А управляющая компания настаивает, что оснований для расторжения договора нет и просит жителей показания сдавать по-старому. Ой, знаете, вообще я ничего не могу по этому поводу сказать. Тут вообще темный лес. Не поймешь, кто чего хочет. Нам же ничего не объясняют. За нас все решили и все. Основания для расторжения договора у ресурсников есть. Это подтвержденные арбитражным судом за должность городской управляющей компании за тепло и горячую воду. На общую сумму больше 13 миллионов рублей. Однако управляющая компания через суд пыталась признать договор действующим. Пока шли споры. Арбитражный суд постановил. Жильцы платят по квитанциям от управляйки. Но постыщик ресурса оспорил такое решение. Естественно, мы с таким решением, с таким определением не согласились. Написали встречное заявление. И суд это заявление удалил. Суд заявления – отмена запретительных мер. И признание законными наших действий по выставлению счетов квитанции. Счета за август от энергосбыта жильцы 96 многоквартирных домов, которые обслуживает городская управляющая компания, получат до 15 сентября. В компании просят жильцов поторопиться и предоставить им данные своих счетчиков. Те люди, что передали показания, будут уже расчеты, исходя из этих показаний. У тех людей, у которых есть счетчики, но отсутствует информация о показаниях, мы начисление произведем, исходя из одного зарегистрировано, а это 3,22 кубических метра. Ну и по тем квартирам, у которых нет приборов учета, мы произведем начисление, исходя из норматива, который будет определен, исходя из количества людей, проживающих в этой квартире. В ресурсоснабжающие организации не исключают провокации и появление двойных платежек. Поэтому предупреждают жителей заранее. Плату за горячую воду и отопление нужно вносить по квитанциям энергосбыта, а не по платежкам управляющей компании должника. Елена Галимольна, Альбина Валикжанина, Юрий Егоров. Новости. Фонд капремонта сегодня предупредил, часть работ, запланированных в этом году, возможно, придется перенести на следующий. Причина – трудности с поиском подрядчиков. Об этом рассказала руководитель фонда. По данным Дианы Новомейской, самая сложная ситуация в Глазове. Там до сих пор не могут приступить к ремонту на 20 домах. Конкурс по выбору подрядных организаций срывался уже 4 раза. Фонд предпринял ряд мер. В частности, мы сократили сроки оплаты сейчас в новых конкурсах, в тех, которые объявляем. И, кроме того, снизили размер банковской гарантии, которую они должны обеспечить до окончания работ по проведению капитального ремонта. В выборе подрядчиков фонд ограничен. На проведение капитального ремонта домов допускаются только компании, включенные в реестр добросовестных. Кроме этого, сложна и сама процедура торгов. Вопрос решили изучить депутаты Ижевской городской думы. Не исключают, что придется подключать коллег из Госсовета и готовить законодательную инициативу по совершенствованию закона о госзакупках. Программа формирования комфортной городской среды «Меняет Ижевск» в Ленинском районе столицы финиширует работы по обустройству сквера. Проектировали его не только профессиональные дизайнеры, но и местные жители. Они же решали, под каким названием занести сквер на карту Ижевска. Сквер оружейника Другунова – одно из пяти общественных пространств, которые в этом году благоустроят в городе. Роман Вагинов посмотрел, что получается. Необустроенный, но очень любимый местными жителями ЛОК заметно преобразился. Появились дорожки, освещение и даже амфитеатр. К отдыху здесь располагает и сам рельеф, и сосновый лес. Самая большая ценность территории – небольшой пруд с дикими утками. Авторы проекта не только сохранили его, но и укрепили берега. Это очень показательная территория деликатного отношения к природе. Мы хотим на самом деле проводить время на лоне природы. Мы испытываем в этом физиологическую, может быть даже биологическую потребность. И такие территории, встроенные в городское пространство, я считаю, помогают человеку разрядиться. Монтажные работы выполнены на 90%. Также здесь появится игровая и спортивная зоны. Сейчас идет санитарная очистка парка от кустарника. Стараемся в кратчайшие сроки закончить все же этот объект, потому что жители ждут района. Все очень надеются, что уже в этом году смогут прогуляться по новому парку. Бюджет проекта чуть больше 30 миллионов рублей. Официальное название – сквер «Оружейника Драгунова». Парк удали сами горожане. Он станет украшением не только микрорайона, но и всего города. Было очень много разных, более десятков, двух десятков разных предложений. Их войны, и сосновые, и тихие, и теплые, и солнечные. Но большинством голосов, 52%, правда, с небольшим перевесом, люди все-таки избрали правильное название. Будет сквер «Оружейника Драгунова». Открытие сквера «Оружейника Драгунова» намечено на вторую половину сентября. Роман Вагинов, Максим Кузнецов, Андрей Бусыгин. Новости. А в эти выходные нефтяники отметят свой профессиональный праздник. Нефтяные компании являются ключевыми налогоплательщиками республики. Между тем, удмуртская нефть относится к категории труднодобываемых. Поэтому все зависит от людей, их мастерства, которые часто они передают из поколения в поколение. Так получаются трудовые династии. С одной из них познакомилась Елена Абуховская. Собрать вместе нефтяников Пушкарёвых в бесконечном графике смен и вахт, пожалуй, может только общая семейная фотосессия. Для праздничного выпуска газеты «Удмуртнефтье» «Нефтяник Удмуртии», посвященного Дню работников отрасли. Дата знаменательная для Пушкарёвых. Сразу восемь членов семьи сегодня работают в нефтянке с общим уже вековым стажем. Павел Петрович первым из трудовой династии Пушкарёвых пришёл в профессию 20 лет назад. Увлёк работой всю семью. Двух братьев, супругу, племянника и двух сыновей. Работа творческая такая, как бы сказать, что-то новое. Когда я рассказывал, чем я занимаюсь, они заинтересовались. И пошли учиться. Закончили техникум. И закончили УДГУ оба. Высшее образование получили. Сейчас работают один ведущим инженером, а другой технологом. Крепкие трудовые династии – это гордость Удмуртнефти. Традиции и опыт передаются из поколения в поколение. Так первооткрыватели Удмуртской нефти обучают молодёжь секретам мастерства. А молодое поколение, сохраняя опыт, внедряет на производстве современные технологии и разработки. Постоянно обсуждаем какие-то рабочие моменты, вопросы. Всегда можно мнение услышать. Ну и помогает, конечно, в работе и вообще по жизни. Тема для разговора хорошая. Интересуемся друг у друга, как набегки, как там новые вводятся технологии. Ну, в общем, интерес с обеих сторон есть. Что у старшего поколения, что и у младшего поколения. Не за профессиональный, скорее душевный совет в нефтяной семье Пушкарёвых отвечают две Ирины. Работать в Удмуртнефть пришли за мужьями. И о выборе профессии ни разу не пожалели. На работу едешь с таким настроением, потому что чувствуешь, что за спиной у тебя надёжная команда, опора. И в любой момент можно попросить у кого-нибудь совета. И знаешь, что тебе не откажут в этом. А ещё для команды родственников-коллег Ирина на праздник всегда готовит сюрприз. Её хобби – выпекание тортов. Вот и в этот раз, специально ко дню нефтяника, планируют удивить всех Пушкарёвых оригинальным сладким шедевром. Елена Буховская, Василий Хохряков. Новости. Хорошие новости для любителей слушать радио. Наша республика станет пилотным регионом по цифровому радиовещанию. О том, какие преимущества это даст слушателям и кто станет официальным вещателем, расскажет Дмитрий Вороновнин. Вот так выглядит этот небольшой прибор. Он умещается на ладони, но совершит революцию в радиовещании. Радио от телевидения, как оказалось, отставать не намерено. Оно тоже скоро станет цифровым. И слушать его можно будет где угодно, сколько угодно и в самом высоком качестве. Об этом сегодня рассказал гость нашей телерадиокомпании, профессор Московского физико-технического института Александр Дворкович. Цифровое радиовещание – новая ниша для цифры. Телевизионное вещание, цифровое, всем уже известно, развивается. У перехода на цифровое радиовещание другие драйверы. Это новое качество контента, новые возможности, новые сервисы. Дворкович к нам приехал не случайно. Пилотный проект стартует в этом году. Именно в Удмуртии эксперимент доверен радио «Моя Удмуртия». Мы готовы поступить пилотным проектом. Цифровое радио, конечно же, существует уже и в Европе, и в мире они существуют. Мы двигаемся дальше, так же, как цифровое телевидение. Денаграда, когда-то сказка на сегодняшний день, она осуществилась. И самое главное – оборудование для подачи цифрового радиосигнала тоже наше, удмуртское. Умный прибор придумали и разработали на Сарапольском радиозаводе. И если все пойдет по плану, то сарапольские передатчики будут скоро покупать вся страна. А это отличное вложение в экономику региона. Разработка действительно инновационная и современная, так скажем, ко времени подошла. Мы с вами в прошлый раз не оружейникам показывали, видели интересы. Ваша уважаемая телекомпания использовала, проводила опытные работы. Прекрасно, что сегодня договорились на продолжение этого взаимодействия. Итак, первый шаг сделан, договоренность достигнута. Телерадиоканал «Моя Удмуртия» стал официальным партнером инновационной системы цифрового наземного мультивидийного вещания «РАВИС». Дмитрий Вороновнин, Александр Шарабоков. Новости. На этом у нас все. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин